Разработкой очистки газовоздушных и жидких средств лаборатория и институт занимаются на протяжении 30 лет. Всё началось с производства фильтрационного оборудования для вентсистем, атомных станций и радиохимических предприятий. Там ФИИ был назначен генеральным разработчиком. Также институт разработал большое количество других фильтров, например, микрофильтрация питьевой воды. Причём все наши разработки от идеи доходят до опытных образцов и постановки их на производство. Вот сейчас мы с вами находимся в цехе производства мембранных фильтрующих элементов, где мы производим фильтрующие элементы для очистки воды, которые поставляются на открытый рынок. Как я понимаю, вам была поставлена очень сложная задача. Вы не боялись брать на себя такую ответственность? Ведь здесь стоит вопрос о безопасности людей в воздухе. И там ведь не скажешь, остановите самолёт, мы посмотрим, может быть, фильтры забились. Да, то есть с введением санкций уже в марте 2022 года к нам обратились авиационщики. Зная наш огромный опыт в разработке, как я уже сказал, и аэрозольных фильтров, и водяных, мы, конечно, с огромной радостью и интересом взялись за данную работу. В кратчайшие сроки, в течение 2022 года, были разработаны, изготовлены опытные образцы. При перелётах люди и не задумываются, что воздух, которым они дышат в самолёте, достается непросто. Необходимы фильтры, которые очистят воздух. Первые отечественные разработки уже применяются в авиации. И уже летом 2023 года мы осуществили первые поставки серийные. На сегодня у нас разработана уже линейка из пяти воздушных фильтров. В планах полностью заместить импортные компоненты на всех воздушных судах, эксплуатирующихся сегодня в России. Главная стратегическая задача для сотрудников ИИ – обеспечение технологического суверенитета России. В России фильтры – лишь входной билет на новый для нас рынок. Список компонентов, выпускаемый в России для авиационной техники, будет расширяться. Так утверждает начальник лаборатории. Цена нашего производства по отношению к зарубежному больше или меньше? Ну, смотрите, мы изначально были уже поставлены нашими заказчиками в рамки их рыночных цен, которые они привыкли покупать продукцию всю эту за рубежом. Но с учетом сегодняшних курсов валют, сегодня наш даже уже ниже. Но все равно это регламентируется. То есть мы должны вписываться в рамки рынка. А насколько наша промышленность может возместить дефицит данной продукции? Да, у нас сегодня такие производственные планы, что мы должны полностью обеспечивать существующий парк иностранных авиасудов, которые уже навсегда застряли в России, порядка 600, чуть больше их. Но плюс полностью новые воздушные суда российские. И тот же Суперджет-100, который импортозамещенный, ИМС-21, Ту-214, в их проектах уже полностью подразумевается наша продукция. Направление разработок в области авиации полностью поддерживается ФИИ и руководством госкорпорации «Росатом». Осенью 2023 года на Восточном форуме было подписано стратегическое партнерство между «Росатомом» и «Аэрофлотом». Теперь разработка компонентов авиационной техники – отдельное направление в бизнесе «Росатома». «Зелёные самолёты, которые С-7 с лета прошлого года, полностью, когда вы летаете, в салоне вы дышите воздухом, очищенным фильтрами ФИИ». Но разработчики воссоздали не только воздушные фильтры, которые очищают воздух. Они позаботились и о фильтрах, установленных на бортовых кухнях. Начальник лаборатории провёл в нашей съёмочной группе экскурсию по цеху, где изготавливают фильтры. «Ну вот образец водяного фильтра для кухни в салонах самолётов. То есть вода, которая идёт на приготовление кофе и чая, она должна приходить в дополнительную очистку, сорбционную и механическую». Срок эксплуатации такого фильтра – 3000 лётных часов. Наши учёные попали в непростую ситуацию, где нужно было реагировать быстро, и они справились с поставленной задачей. На данный момент специалисты ФИИ изготавливают фильтры для авиации и быта. Как утверждает начальник лаборатории, разработки не стоят на месте, и, возможно, в будущем страна полностью перейдёт на собственное производство компонентов для авиационной техники. Луиза Башманова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ